Увидели бездомных собак, остановились, то есть покормить, потому что сейчас снег, холодно, им надо больше еды. В холодное время, если кто-то из нас от пачки сигарет, либо чашки кофе где-то, нам это будет ничего не стоить, а для них это день еще жизни. Если сейчас собаки шугливые, я их не высыплю, здесь они постоянно берутся. Может быть не на дороге, а там вот, наверху. Пошли возле мусорки, они как раз там мусорка, только что видели, как пакетик одна тащила. Ну вот, она тащила, потеряла. Да, вот. Заморозы, снег и бездомные. И поэтому, а для того, чтобы выжить в холод, нужно кушать. К этому призываю всех. Думаю, что никто из вас не обеднеет, а для них это очень важно. Зимой можно давать корм, потому что если летом, когда жара, сложно добыть еду, и как бы корм это вредно, зимой собаки вместо воды используют снег. Поэтому они покушают и попьют. Пойдем, кошки тоже на снег. Кошка не сильно худая, наверняка не подкарывает. Здесь вот это гиблое место, на самом деле, конечные автобусы, и в нашем городе, на этом месте, то есть это беда всех волонтеров, здесь очень много сбитых животных попадается. И почему-то именно сюда любят подкидывать домашних животных. щенков, собак, котят. Когда вот по осени, когда у нас была проверка в приюте, прям при проверяющих мы возвращались в город, сбили котенка. Прям лежал на дороге, никто не останавливался. Но, к сожалению, мы его подобрали. Ну, до города мы его не успели довезти, он погиб. Ну, все, покормили, поехали. Всем спасибо. Всем привет. Вот сегодня привезли нашу девочку, которая из у нас отстрела. Назваем ее Вика. Будем делать комплексное исследование, то есть рентген. Оно без крови. Так, даже когда садится в сидячем положении, она вытягивает ее в сторону. Под мордочку сейчас придерживаете? Угу. Студ так оформленный, моча нормального цвета. Моча, да. В первые несколько дней, потому что их там вообще не помилят. Куски хлеба раз в несколько дней кидали. То есть это из-за ночного было не сформировано. И сейчас от каши всего уже все сформировано. Отлично. Хороший цвет. Нет, абсолютно нет. Ветер. Хороший цвет. Хороший цвет. Хороший цвет. Не стих, не стих, не стих. Быстро пошло... Поднимите. Это то есть он сломанный сейчас? Пока сложно говорить. Может быть сустав так. Бросить. На возраст он там? Да, на полтора. Животное возник, конечно. Девочка? Девочка. Девчонка. Животик мягкий абсолютно. Несмотря на то, что он впалый, вы еще просто не смотрите. В плане довольно то, что оно теперь сколько обезвожено, потому что кожная складка, в принципе, очень быстро расправляется. У меня сама по себе конституция такая будет. То есть она к заду, у нее будет живот все меньше и меньше становиться к костям. Да это понятно. Ну просто вот я в этом. Я в этом понятно. Там она была не одна, там все животные крайне истощенные. Поэтому мне нужно, чтобы у человека как-то отразилось. Мне нужно заключение. Так. 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 За то время, пока вы наблюдаете, ничего такого не видели? Не рвало это руление? Нет. 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 Но я так пока проведу. Пришли на рентген. Ну вот, посетили клинику, сделали рентген, сделали анализ крови. У нас повышенное количество лейкоцитов, это говорит о том, что у нас идет воспалительный процесс. То есть может быть из-за переохлаждения, либо еще что-то происходит в организме. Также низкое количество эритроцитов, прописали нам антибиотики, витамины. Будем колоться. С лапой у нее сейчас вывих подвздошной кости. То есть это было сделано либо при отлове, либо это сделано было специально. У нас сейчас в этой лапе, на которую она не встает, эта лапа была деланная. То есть во всей лапе стоят спицы, был сложный перелом. И то есть здесь сейчас спицы. Для того, чтобы узнать, был ли запланированный вывих подвздошной кости, нам нужно найти врача, который осуществлял операцию. То есть иногда делают вывих этот специально, чтобы собака не опиралась на ногу. Чтобы меньше шла нагрузка. Вот сейчас будем выяснять, кто делал эту операцию в нашем городе. И тогда уже скажем с большей уверенностью, специально или не специально. И когда узнаем, кто сделал, тогда будем уже рассматривать того, чтобы лечить, вставлять обратно этот вывих. Ну все, мы поехали покушаем, будем лечиться, принимать лекарства. Всем спасибо, подписывайтесь. Для нас это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok